Андрей, поздравляем с забитым мячом, поздравляем с победой. Несколько слов об игре, пожалуйста. Отличная игра. Ну, если серьезно, то мне не понравилось, конечно, в принципе, я думаю, никому не понравился наш первый тайм. Как-то действовали не так правильно, как хотели, но внесли коррективы после первого тайма. Тренер подсказал, что-то изменили. Но я думаю, соперник тоже уже подустал. Вымотали, я думаю, в первом тайме его. И во втором тайме уже больше зон появилось, и, я думаю, у нас и голевых моментов стало больше. Поэтому вот счет на табло. Если это не секрет, какие это были коррективы, и почему, на ваш взгляд, первый тайм вышел именно таким? Ну, я думаю, что был в раздевалке, пусть станет в раздевалке. Соперники будут знать, что мы меняем. Вот. И изменилось глобально. Ну, я говорю, соперник, думаю, подустал. Ну, реально. Потому что у нас такая игра, получается, что мы переводим мяч с фланга на фланг, и сопернику нужно перестраиваться, много бегать. Ну, и, конечно, уже в конце вот эти зоны появились хорошие. Вот. И у нас атакующая линия сегодня была такая быстрая, можно сказать, изи-дворк, круг, я. И я думаю, за счет этого тоже во втором тайме вскрывали соперника. Было видно, что вам очень хочется забить. Хорошо, что это в итоге произошло. Расскажите про эпизод с вашим участием голливой. Да забить всегда, как бы, хочется. И всегда желание огромное. А тем более, когда... Ну, такая еще игра, уже в конце много зоны. Я люблю, когда есть кто-то вбежать, убежать. Вот. Поэтому как раз игра сложилась так. Ну, и Леша. Молодец. Он прям взглядом, кажется, мы друг друга поняли. Когда он мяч получал, все, я побежал в зону. Но отдал великолепную передачу. Поэтому я там оставался только принять уже. И я увидел, что вратарь открыл угол ближний. Вот. И все. И покатил туда. И слава богу. Но также не стал радоваться, потому что Сочи моя бывшая команда. Надо привлечь уважение. Может быть, без этой команды я бы не стал тем, кто мой сейчас, где я нахожусь. Поэтому огромная благодарность футбольному клубу Сочи. И прошу прощения за гол. Не можем не спросить про эпизод с пенальти, с выбором пенальтиста. Как это было вашими глазами? О чем вы говорили с Клаудинью? Опять же, если это не какая-то внутренняя история, которая должна остаться между вами. Да, не то, что внутренняя. Я просто чаще бил пенальти. И как бы с уверенностью пошел взять пенальти. А он тоже хотел пробить. Там недопонимание много небольшое вышло. Он очень сильно попросил. Хотя я спросил, когда ты последний раз бил пенальти. Он, может, меня не понял, что я спросил. А потом в раздевалке так посмеялись. Я говорю, когда ты вообще последний раз бил? Он говорит, вообще-то Сочи бил, когда я не играл. Он тогда забил. Думаю, ладно, может быть, правильно, что последний раз он забивал. И сейчас. Но думаю, после этого пенальти вопросов больше не будет. Как-то с ним обсудили его удар? Не, не стало. Может, он расстроен. Он такой, он не сильно счастливый был. Поэтому не стал его подкалывать. Как-то поуважительнее к нему отнес.